Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Программы семейной, сельской и дальневосточной ипотеки не изменились и продолжают действовать. Льготное ипотечное кредитование для многих россиян сейчас едва ли не основная возможность купить жилье. О том, какими программами можно воспользоваться, чтобы купить жилье, мы поговорим с вами сегодня. А заодно спросим вас, что для москвичей все-таки выгоднее, взять ипотеку или снять жилье? Такой вопрос задают в официальной группе нашего телеканала в Вайбере. Заходите, голосуйте, итоги уже, как всегда, подведем с вами в конце программы. Ну а пока давайте подробно разберемся в видах льготной ипотеки. Кто и как может ею воспользоваться и как взять кредит по сниженной ставке или получить скидку, все расскажет Александр Шишко. Здесь будет гостевая зона, здесь диван, здесь у нас уже будет телевизор, мы распланировали, стол. А здесь у нас будет зона кухни, здесь будет все закрываться, двери купе. Александра Фролова проверяет, как идет ремонт в ее новой квартире, где будет жить она, муж и дочь. Эту евро-двушку в коммунарке семья взяла в ипотеку по сниженной ставке еще в разгар пандемии. Больше 6,1 процент, это было как раз, президент объявил, что будет льготная ипотека, и вот как раз это нас подстегнуло очень сильно. Льгота была то, что для развития строительной отрасли в период нашей эпидемии. Квартира 40 квадратов стоила 6 миллионов 700 тысяч рублей, около полутора миллионов ушло на первоначальный взнос. В итоге ежемесячный платеж 45 тысяч рублей. Александра говорит, если бы не пониженная ставка, вряд ли смогли осилить ипотеку. Каждый раз такой бывает вариант в наше время, такое сейчас сложное. Нам, мы считаем, очень повезло, прям, мы счастливые люди в таком хорошем районе, в принципе, купить новый дом. Вот только новость о повышении ставок по ипотеке заставили поволноваться. Александра переживала, как бы процент по ее договору тоже не стал выше. Но эксперты рынка недвижимости успокаивают по существующим договорам. Никаких изменений не будет. Да и тем, кто собирается покупать жилье, не стоит паниковать. Сейчас, даже после того, как банки подняли ставки по ипотеке до 18-20%, есть варианты сэкономить. Например, можно воспользоваться льготной ипотекой со ставкой 12% годовых. Сама программа распространяется на новостройки, а пониженная ставка действует на сумму кредита до 12 миллионов рублей в Москве. Но это не значит, что если жилье подороже, о льготе можно забыть. Просто в этом случае в качестве первоначального взноса придется внести больше денег. Всю разницу между стоимостью и кредитным лимитом. Например, если цена квартиры 15 миллионов, то три из них покупатель должен заплатить сразу. Корпус, его основание, его уже видно. Куплена однокомнатная квартира, окна выходят на юго-восток. И срок сдачи ключей до 30 сентября 2023 года. Олег Сверидов свою квартиру купил как раз по льготной ипотеке. Сделка состоялась в последний день перед повышением ставок. Чтобы получить самый минимальный из возможных для себя процентов и сэкономить как можно больше денег, действовать пришлось быстро. Кредит оформлял уже через неделю после бронирования недвижимости. На сегодняшний момент ставка по кредиту составляет 5,85%. Ежемесячный платеж составил 24 тысячи рублей. Причем Олег воспользовался не только льготной ипотекой, но и получил персональную скидку от банка. 15 сотых процента удалось снизить за то, что мы воспользовались, например, электронной регистрацией и, например, оформили страхование через банк. Если вы эти 15 сотых посчитаете на весь срок кредитования на 15 лет, то вы поймете, что небольшая цифра в итоге дает хорошую экономику. Персональные скидки у банков также предусмотрены для зарплатных клиентов и тех, кто берет в кредит крупные суммы. Еще банки регулярно реализуют вместе с застройщиками индивидуальные программы, за счет чего еще больше понижают ставки. Эксперты говорят, в ближайшее время можно ожидать новые предложения. Это может быть и на 2%, и на 3% ниже. Тут нужно дождаться конечного результата, но будет хорошая ставка. Вдобавок к этому застройщики делают неплохие скидки на саму стоимость квартиры, а значит и кредит понадобится на меньшую сумму и переплачивать придется тоже меньше. Скидки могут быть на квартиры, например, большой площади, либо наоборот на однокомнатные квартиры. Тут зависит от того, какие квартиры в данный момент необходимо нам реализовывать. На льготы при покупке квартиры в новостройке также могут рассчитывать семьи с детьми, но только те, в которых они родились после 1 января 2018 года. В качестве первоначального взноса по-прежнему разрешается использовать материнский капитал. А тем, кто не готов ждать окончания строительства новых домов, тоже не стоит расстраиваться. Риэлторы говорят, и на вторичном рынке можно договориться о скидке лично с владельцами недвижимости. Максимальная скидка не более 10% составляет. То есть, если мы с вами возьмем, например, двухкомнатную квартиру, да, в бюджете 15 миллионов, то максимальное, на что мы можем рассчитывать, это снизить ее цену до 13,5. Чтобы подать заявку на льготную ипотеку, никаких сложных документов готовить не надо, только паспорт и справка с места работы. Вот и Олег Сверидов и Александра Фролова одобрение получили без проблем. И теперь все мысли только о том, как навести уют в своих новых квартирах. Здесь мы поставим твой кралок, твою кровать. Здесь мы можем какой-нибудь столик поставить, диван. Согласны со мной? Да. Наводить уют в собственной квартире, когда сделка уже совершена, дом сдан в эксплуатацию, а ремонт подошел к концу, самый приятный и долгожданный этап для тех, кто купил жилье. За время действия льготной программы, то есть с апреля 2020 года, ею воспользовались больше 740 тысяч российских семей, а объем выданных жилищных кредитов превысил 2 триллиона рублей. Ну, кроме льготной ипотеки на новостройки в России есть и другие программы с господдержкой. Например, россияне могут воспользоваться семейной ипотекой. Главное условие в семье должен быть ребенок, который родился после 1 января 2018 года. Ставка по кредиту, вот посмотрите, не больше 6% годовых. Их вернуть деньги нужно в течение 30 лет, и программа действует до конца 2023 года. Максимальная сумма кредита, как и в ипотеке на новостройке, 12 миллионов для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. И вот для остальных регионов 6 миллионов рублей. Как льготная программа уже помогла решить россиянам жилищный вопрос, какую помощь от государства получают застройщики, чтобы строительство не останавливалось, и можно ли ожидать снижения ставки по ипотеке. Об этом нам рассказал Сергей Пахомов, председатель комитета Госдумы России по строительству ЖКХ. Программа льготной ипотеки была одной из самых эффективных. Это призвано всеми. С одной стороны, она, вне всяких сомнений, поддержала строительную отрасль, и темпы, взятые в жилищном строительстве, позволило не только сохранить, но и увеличить. Мы по итогам прошлого года сдали в эксплуатацию, ввели в эксплуатацию жилья рекордное количество квадратных метров вообще за всю историю страны. Это первое. Ну и, конечно, она помогла многим людям, кто не готов был сегодня покупать, сразу полностью оплачивать квартиру. Пока мы живем в той банковской, скажем так, конструкции, при той ставке Центробанка, которая сегодня есть, но мы абсолютно четко понимаем, что она не вечна. И, конечно, при определенной стабилизации экономики, в целом, эта ставка будет снижаться. Мы проходили это в 2014 году, когда ставки ипотеки тоже были высокие, и ставка ЦБ была 17%. Но постепенно эти цифры были снижены, поэтому мы тоже ожидаем возможных снижений. От государства застройщики получат всю максимально возможную помощь. Первое – это снижение всех согласительных процедур настройки, которые сократят инвестиционный цикл. Второе – ставка все-таки 12%, она по ипотеке для граждан, она по сути своей в два раза ниже сегодняшних банковских ставок. Это тоже, конечно, существенная поддержка, в том числе и рынку строительных компаний. Более того, мы работаем сегодня по стабилизации цен на стройматериалы и, в целом, по поддержке застройщиков принимаем много решений. Мы четко понимаем, что строительная отрасль – она одна из системообразующих. Около 12 миллионов человек работает так или иначе в отрасли. И поэтому, конечно, мы не бросим, понимая эти проблемы. Ну, любая ипотека – это не только возможность купить жилье, но и ответственность. Несколько лет, а чаще десятилетий, нужно исправно платить банку. Ну а что, если ситуация изменится и денег будет недостаточно? Одной из мер поддержки в условиях санкции стало предоставление кредитных каникул. По условиям программы воспользоваться ими могут граждане, чей доход сократился на треть, а жилищный кредит был взят не позднее 1 марта этого года. Срок каникул составит от месяца до полугода. Обратиться в банк можно до 30 сентября. Есть ограничения по сумме взятого кредита. 6 миллионов для Москвы, 4 миллиона для Подмосковья, Санкт-Петербурга и Дальневосточного федерального округа и 3 миллиона для других регионов России. Ну да, для Москвы лимит самый большой. Это связано с тем, что стоимость жилья здесь самая высокая. Ипотеку москвичи берут чаще. На столицу приходится около четверти от всего объема выданных жилищных кредитов в России. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. В начале этого года спрос на ипотеку столицы вырос за два первых месяца. Москвичи взяли рекордное число кредитов на покупку жилья. Больше, вот посмотрите, 19 тысяч. Это на 27% больше, чем за тот же период прошлого года. Вот для сравнения. Льготных и потечных кредитов только за февраль в столице было выдано на 3 миллиарда рублей. Субсидирование этой программы обходится недешево. И как рассказал вице-премьер России Марат Хуснулин, в 2022 году оно обойдется государству в сумму от 70 до 80 миллиардов рублей. Но это очень важная мера, ведь жилищное строительство останавливаться не должно. Оно обеспечивает рабочими местами миллионы людей, поддерживает спрос на услуги, товары других отраслей. Вот, например, от производства мебели до металлургии. Так что строительство не остановится. Ну а сколько же стоит квадратный метр в Москве? Вот давайте посмотрим. В старых границах города больше 350 тысяч рублей. И в новых границах 225 с половиной тысяч. По данным за февраль студия в среднем стоит 8 миллионов рублей. Далее однокомнатная квартира 11 миллионов рублей. Ну вот двухкомнатные подорожали, поднялись в цене до 16 миллионов. И вот трехкомнатная квартира 21 миллион нужен, чтобы ее купить. Что же происходит на рынке новостроек сегодня? Все ли дома сдают в срок? И в каких районах Москвы скоро появятся новые комплексы о тренде на строительство квартир? Василиса Елисеева расскажет. Москвичка Екатерина Ткач купила квартиру в новом жилом квартале на северо-западе Москвы. Вложилась в недвижимость еще на этапе фундамента. Говорит, вместе с этажами растет и привлекательность ее жилья. Сдать дом обещают в начале следующего года. Это инвестиция. То есть я на этом заработала. Плюс, если мне не понравится, я всегда могу это продать. В данный момент, с момента покупки, квартира моя выросла на 20%. Она еще увеличится порядка на 20-25% и того прироста практически половина. При этом все инвестиции дольщиков сегодня под надежной защитой. Если раньше деньги, которые покупатели вкладывали в покупку жилья, поступали сразу на счет застройщика, и в случае его банкротства получить их обратно было практически невозможно, то теперь средства хранятся на так называемых эскроу-счетах. Когда покупатель приходит к застройщику покупать квартиру, он не передает сразу же средства напрямую застройщику. Он идет в банк, открывает эскроу-счет. И денежные средства размещают на этом свои. Средства размещают на эскроу-счете. И у застройщика нет доступа к этим деньгам. То есть эти деньги защищены государством до тех пор, пока застройщик не выполнит свои обязательства. В том, что московские застройщики выполнят свои обязательства, нет никаких сомнений. Темпы строительства сбавлять не планируются. Для этого, уверяют строительные компании, нет причин. Больше 90% стройматериалов производится в России. Остальным в ближайшее время найдут замену. И город окажет поддержку. Есть ряд критических пунктов. Это, как правило, системы автоматизации, системы микроэлектроники, которые пока не являются сильной стороной нашей промышленности. По ним ведется работа по пониманию, как мы можем заменить тех или иных производителей. Текущая ситуация подтолкнула российскую строительную промышленность развивать новые линии производства и действовать не на замещение, а на опережение. Тем более, что многие компании не только строят дома, но и выпускают для них материалы. Начинаем выпускать пеллетные котлы. То есть не только бетон, не только пластиковые деревянные алюминиевые конные блоки и витражи, но и принципиально то, что мы раньше и не думали выпускать. Потому что сильнейшие, крупнейшие европейские фирмы, они превалировали на рынке. Сейчас у нас прекрасная возможность открыть новейшее производство, инновационное. Собственное производство позволяет уменьшать себестоимость строительства и сдерживать цены. Максим в числе тех, кто планирует покупку недвижимости и, как многие, присматривается к новым проектам. Искали в разных районах. Искали на Чкаловской, на Кутузовской. Но чего-то не хватает в проектах. И поэтому, конечно, сейчас в ожидании. В ожидании, может быть, появится что-то новое, что-то интересное. Какие-то проекты в тех местах, где мы, может, даже не ожидали. На карте Москвы вскоре действительно появятся новые жилые кварталы. Уже сейчас, говорят эксперты, активно развиваются районы, которые примыкают к границам ЦАО. Даниловский, Южнопортовый, Нижегородский, Раменки. Также современное жилье появляется в районах Хорошево-Мневники, Покровское-Стрешнево и Щукино. Остается тренд и на реорганизацию бывших промзон. В прошлом году город одобрил 86 проектов комплексного развития территорий. Это больше 19 миллионов квадратных метров недвижимости. В числе которых район Печатники, где преобразят более 8 гектаров земли. Там построят жилье и технопарк. За Павелецким вокзалом был достаточно большой объем территории. Вот именно промзон, который сейчас активно подлежит реди Велметру. Либо сносится, либо появляется новое строительство, либо реконструкция. Появляются новые проекты, соответственно, бизнес-сегмента и премиум-класса. Один из тех районов, где сейчас идет строительство новостроек, хорошо во Мневнике. Его южная часть вошла в проект Большой Сити. Там будут развивать деловой квартал. Это делает жилье здесь очень привлекательным. Застройщикам просто невыгодно затягивать со сдачей объектов. Сейчас сдали, получили ЗОС по великолепным небоскребам Жукова-11. Перед этим сдали Карбышево-7, северо-западный округ. Планируем в ближайшие месяцы сдать Жуково-14, северо-западный округ. Дальше по списку каждый месяц идут дома на год. В территорию бывшего Тушинского аэродрома тоже вдохнут новую жизнь. Будущие кварталы здесь возводят сразу несколько компаний. Например, этот комплекс будет занимать 65 гектаров. Цены застройщик поднимать не планирует. Для этого все необходимые материалы закупает впрок. На данный момент один из ключевых факторов, который стоит перед всеми нами, это сохранить графики строительства, обеспечить бесперебойную деятельность для всех всех компаний. И в этом контексте мы понимаем, что когда у нас есть материал на площадке, это снимает любые риски, которые только могут быть. А что еще влияет на конечную стоимость квартиры? Помимо количества квадратных метров, один из ключевых факторов, по словам риэлторов, этаж. Недавно с клиентом мы рассмотрели квартиры в районе метро «Академика Янгеля». И там разница между вторым и десятым этажом была 20%. На втором этаже однушка стоила 8 миллионов, на десятом – 10 миллионов. Впрочем, говорят эксперты по недвижимости, квартиры даже на одной лестничной клетке и с одинаковым метражом могут стоить по-разному, ведь нередко цена зависит от времени покупки. Вы могли приобрести однушку сегодня за 8 миллионов, а ваша подруга завтра побежит, скажет, что я тоже такую хочу, побежит покупать, а там уже цена будет за 8200. У застройщиков очень активно меняются цены. Немаловажен при формировании цены и вид из окна, однако на макете не всегда понятно, куда будут выходить окна. Тем более за время строительства окружающая жилой комплекс территории может измениться, поэтому при выборе недвижимости риэлторы рекомендуют смотреть генплан и уже после этого совершать покупку. Квартира-покупка очень серьезная, и до заключения договора важно продумать все плюсы и минусы, собрать максимум информации, ну и, конечно же, первоначальный взнос на ипотеку. Кто же чаще всего покупает жилье в кредит? Есть и такая статистика. Вот, как правило, это работники сферы торговли и обслуживания. На них приходится 27% ипотечных займов. Каждый четвертый рабочий, каждый пятый офисный сотрудник. 15% из тех, кто взял ипотеку, госслужащие. Еще 10% это фрилансеры. Ну, а может быть, лучше обойтись без ипотеки и арендовать квартиру? Вот пришло время подвести итоги голосования. Посмотрите, большинство считает, что ипотека все-таки выгоднее. Ну и, честно сказать, я тоже так считаю, хоть вам и придется каждый месяц платить деньги банку, но зато за свою собственную квартиру, а не за съемную. С вами была Илона Линард и программа «Жизнь в большом городе». Прощаюсь с вами до завтра. Пока-пока.